Наркомания – одно из самых страшных явлений современности. На сегодняшний день возникает множество ситуаций, в которых люди молодого возраста контактируют с наркотиками. От того, как они будут готовы дать отпор этой серьезной проблемы нашего времени, зависит их будущее. Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Славянском районе детям и подросткам показали альтернативу вредным привычкам. Всем известно, что любой из наркотиков разрушительно действует на здоровье. Одним из краеугольных камней борьбы с наркоманией является здоровый образ жизни, отвержение социальных явлений, реализация себя в личностном плане, творчестве, спорте, образовании, общественной жизни. На территории Славянского района прошел комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Одно из таких мероприятий – встреча-беседа «Нет наркотикам», которая прошла в станице Анастасиевской. Цель нашего сегодняшнего мероприятия – это ознакомить детей с альтернативой здоровым образом жизни, отмене вредных привычек, показать детям, что бывает жизнь здоровая, красивая, яркая, насыщенная. Я думаю, что наши дети сейчас как губка впитывают все, и наша задача – дать им то, что поможет им в нашем светлом будущем, потому что здоровье нации в наших руках. Ребятам показали ролики о здоровом образе жизни. Врач-нарколог Славянской ЦРБ Александр Радонов лечит людей от наркотической зависимости 30 лет. Он рассказал детям о своей деятельности, о своих пациентах, которые приходят на лечение, о том, как тяжело им вылечиться от этой страшной болезни. Одним из направлений в борьбе с наркоманией является увлечение детей и творчеством. А потому для детей выступили местные творческие коллективы. Мария Тихомирова, ученица третьего класса школы номер 28 станицы Анастасиевской, считает, что здоровый образ жизни – залог успеха. Такой позицией придерживается вся ее семья. Нужно вести здоровый образ жизни, потому что человек, если забелеет, он больше не может жить. И поэтому надо заниматься спортом бегать, прыгать или кататься на роликах. Вот я катаюсь на роликах с моей подружкой. Моя мама в школе со мной играла в футбол. Очень важно найти интересное и полезное дело по душе. Главные пособники опасных привычек и зависимости – безделье и любопытство, которыми зачастую болеют подростки. Если ребенку некогда болтаться на улице, он занят спортом или творчеством, то не подастся соблазну. Здоровый образ жизни для меня – это спорт. И зарядка, беговые упражнения и отжимания. Здоровый образ жизни – это бегать надо, прыгать, чтобы не болел. Отжиматься, пресс качать, приседать. Там много чего надо делать. Такие интересные встречи прошли в станице Петровской, в хуторе Барониковском, в поселке Совхозном. Также в день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а также в преддверии Дня молодежи в Северном парке прошли соревнования в популярном направлении уличного спорта – воркаут. На предварительном этапе каждый участник в течение двух минут выполнял свободную программу с исполнением основных элементов. То есть участник показывал те упражнения, которые он лучше всего умеет делать. Финальные места определили проведением батла, участники которого выбирались путем случайной жеребьевки. Соревнования прошли по двум возрастным группам. Первая группа – юноши до 18 лет, вторая группа – юноши от 18 до 30 лет. Среди девушек состязания проводились по абсолютному первенству. Участники, занявшие призовые места, получили грамоты и денежные премии. Можно с уверенностью сказать, что эти молодые люди никогда не станут наркозависимыми. Праздник «Мы за здоровый образ жизни. Мы против наркотиков» прошел во всех школах нашего района. В рамках праздника дети участвовали в веселых стартах, конкурсах рисунков. В школе номер 6 поселка Совхозного побывала наша съемочная группа. «Мы в детстве лелеем в сердцах, и в спортаку мира потребны у нас, будто звезды в глаза». На встречу в этот день пообщаться со школьниками пришла начальник управления по взаимодействию с общественностью СМИ Наталья Воробьева. Она в легкой и доступной форме пообщалась с детьми. Рассказала о том, что есть такое страшное явление, как наркомания. Сегодня хотелось бы, чтобы вы вот эти моменты тоже услышали сегодня на нашем мероприятии. И почему сегодня говорили ваши коллеги, ваши старшие, может быть, товарищи, о здоровом образе жизни? Почему мы говорим «ЗОЖ»? Что это такое? Заниматься спортом, культурой и быть сильно нравственным человеком. Это три кита, на которых стоит профилактическая работа для того, чтобы молодёжь ни в коем случае не употребляла наркотики. В этот день лекции о здоровом образе жизни для школьников прошли в городской библиотеке и музее природы. Сегодня наркомания – это не просто проблема. Это боль всей мировой и российской общественности. Для планеты сто лет борьбы – миг в истории. Для людей – это пять поколений жизней. Их надо спасать. Но каждый век – это миллионы потерь, недопустимых потерь. Наша съёмочная группа узнала мнение на улицах нашего города. Для чего нужен Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Может быть, хоть в этот день кто-нибудь одумается и перестанет заниматься наркотиками. Таких надо не раз в год проводить, повседневно об этом думать, говорить. И молодёжь, чтобы не занималась этим. Чаще бы этот день проводили, и чтобы смотрела молодёжь. Надо чаще проводить, надо молодёжи объяснять, что это вредно, что это нехорошо, чтобы дети наши не знали этого. И меньше показывали по телевизору вот эту наркоманию. Дети смотрят, и они видят, и это повторяют. Мир переполнен соблазнами и риском. Изменить его мы не можем. Зато можем объяснить детям, как противостоять злу, предостеречь от ловушек, поддержать и протянуть руку в нужный момент, чтобы за одну ошибку, допущенную в детстве, им не пришлось платить всю оставшуюся жизнь. Тина Копачевская, Александр Косицын, Андрей Постовой. Программа «События».